всем добрый день рад вас приветствовать на своем канале хочу также отдельно поблагодарить подписываться на мой канал пишет комментарии делится моими видео и также помогает донатами на продвижение канала сегодня я продолжу вам показывать как можно модернизировать этот скетч да как можно работать в режиме многопоточным точнее многозадачности и будем мы выдавать значение которое мы считываем аналога на простой вот такой вот четырехсегментный дисплей для этого нам его нужно подключить подключение довольно простое до подключение мы делаем земля к земле плюс 5 вольт питание плюс 5 вольт у нас подсвечена deal у нас идет на 3 контакт будет подключаться на второй контакт будет у нас подключаться ссылка можно открыть если нажать на дисплей да можно открыть эту документацию из документации есть примеры как это можно использовать можно также взять и перейти просто на получается пример с этой библиотекой до открыть саму библиотеку из этой библиотеки уже посмотреть как мы можем что реализовать и что мы можем сделать для начала нам нужно получается в этой библиотеке объявить контакты которые у нас будут использоваться для работы с этой библиотекой и в дальнейшем описать что она должна работать так теперь нужно прописать библиотеку библиотеку для работы я буду использовать тем 1637 дисплей дальше мне получается для работы с этой библиотекой нужно объявить контакты которым не будет для работы это define целка 2 и define dio 3 это контакты на которых будут у нас работы и сразу проверим что второй контакт у нас второй контакт подключен на целка и третий к так подключен на диву чтобы у нас не было потом проблем с работой следующее что нам нужно сделать по примеру тут мы в примере передаем массив данных и поэтому нужно создать прописать этот массив которому вы передавать размер можно массива не указывать и создаем по умолчанию полностью заполнил массив что потом его можно было просто обнулять вот я создал теперь массив с которым которому будем передавать в работу которую то есть мы будем записывать число и передавать этот массив непосредственно на сам дисплей дальше нам нужно инициализировать этот дисплей и нужно сюда передать контакты которые будут использоваться для работы этого дисплея это все можно найти в примере либо посмотреть в библиотеке как происходит видите мы делаем что да то есть у нас когда мы начинаем обращаемся к классу да то есть создаем мы ему передаем то есть два пина и на у нас получается 1 коп пины 2 это получается у нас дата пир вот все мы передали 3 можно по умолчанию не передать будет указан по умолчанию после того как мы эту процедуру сделали нам нужно будет еще если посмотрите в примеру установить яркость на этот дисплей устанавливается яркость командой установить яркость при можно найти с покажу и устанавливаем максимальную яркость копируем функцию и устанавливаем максимальную яркость и это у нас получается 0 это у нас максимальная яркость нужно проверить что правильно сейчас приписал все указал и правильно и теперь нам нужно получается передать на дисплей первоначальный стартовый байта что он у нас включился это есть команда цвет сегмент и туда передаем наш массив но нужно передать массив вот можно найти копируем потом получается нам нужно в эту переменную передавать командой вот перемену передавать команды уже будем давайте сделаем пока в этой будем передавать стандартном цикле а потом можно будет эту информацию вынести в отдельный цикл использую команду показать число в формате дек и мы передаем получается число это которое мы считываем с аналога до пересохраняем и запускаем что проверить что все сделано правильно все работает правильно не находит эту библиотеку библиотеку у меня она там была прописана 16 3 7 и добавлен библиотеку 16 3 7 ему неправильно указал можно перейти еще раз библиотеку посмотреть что указано в этой библиотеке почему ей не нравится хотя библиотеку указано по факту получается правильно я просто видимо что-то записал неправильно сейчас проверим а это правильно вот на эту ругается а в этой версии библиотеки почему нет команды просто язык за комитин пересохраним запустим еще раз и вот заработала и получается меняю и у нас меняются значения но так как у нас тут идет обработка до то получается что мы видим значение от 0 до 255 который у нас засчитывается а нам был по-другому хотели сделать а теперь покажу как все это перевести на другой таймер для этого мы создаем экземпляр точнее еще нашу копию до таймер один будет и задержка таймер один мы будем показывать все раз 250 миллисекунд не забываем менять и тут мы вот можем сделать например и вывести вот этот сигнал сюда теперь сохраняем и запускаем на симуляцию теперь мы получили что у нас есть отдельно выполняется отдельно у нас выполняется работа по считыванию сигнала да и отдельно у нас выполняется отрисовка по потенциометру вот где-то половину вот он показывает 500 и полно показывает 1023 то есть в принципе того что хотели мы достигли к сожалению можно точнее можно и было бы эту функцию использовать и в основном это сделать может она не такая но например если нужно было бы отображать какую-нибудь другую информацию да или отрисовывать информацию которая сейчас должна быть то нужно был бы использовать совсем другой совсем другой цикл до условия входа в эту многозадачность и отрисовку других параметров на деле данное видео вам было полезно всем удачи до свидания